Многодетная мама Надежды Волкова редко выходит из продуктового магазина с маленьким пакетом. Как правило, в руках хрупкой женщины две больших сумки с покупками. В семье у Надежды четверо мужчин. Для того, чтобы накормить их, да еще и всем угодить, нужно очень постараться. Надежда Волкова строго следит за тем, чтобы в ее семье питались правильно и разнообразно. Фруктовый отдел, естественно, овощи, сухофрукты. Помимо свежих фруктов, потому что они не всегда содержат все необходимые элементы. Естественно, молоко. И это не один пакет, далеко не один. Если особенно ты хочешь что-то приготовить, то ты будешь брать и 4,5 пакетов молока. Творог, естественно, сметана. И все это тоже не обходится одним маленьким пакетом. Продукты питания – это, конечно, основная статья расходов в многодетных семьях. Плюс покупка одежды, коммунальные расходы, родительская плата за детский сад и обеды в школе. С 2013 года по федеральному и региональному законодательству семьи, в которых рождался третий или последующий ребенок, получали существенную ежемесячную поддержку от государства. Пособие выплачилось до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но с 1 января 2016 года этот закон утратил свою силу. Новое назначение пособия на детей, рожденных после 1 января 2016 года, не производилось, так как не было предусмотрено региональным законодательством. Но эти выплаты могут быть восстановлены. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на большой пресс-конференции заявил о необходимости продолжения поддержки многодетных семей. Дал поручение вчера подготовить проект закону Пензенской области и внести его на законодательное собрание. И я надеюсь, депутаты его поддержат. И примем это решение. Надо не попередствовать проследить, чтобы закон вступил с 1 января 2016 года, чтобы за этот период породился, чтобы мы не потеряли по выплате. Ежемесячное пособие в 8263 рубля Надежда Волкова будет получать, пока младшенькому не исполнится 3. Если депутаты регионального ЗАГСОБР поддержат инициативу губернатора, то на такую поддержку государства смогут также претендовать семьи, которые в 2016 году станут многодетными.